всем привет мои дорогие мы на море как всегда блог начинается вот наши подписчики так хорошо погружились поговорили знакомой пообщались у меня такая вот тема больная появилась я не знаю что делать может вы поможете мне ее решить сейчас сяду и поговорю с вами теме я снимаю тебя это платный пляж вот видите никого нет зачем платить когда есть бесплатно такие же условия такое же одинаковое море и все я сегодня с утра напекла хачапури такое вкусное хачапури замесила еще тесто у меня йогурт испортился сделала из йогурта тесто спрятала его в холодильник на хачапури вышло обалденно это дрожжи из дрожжевого теста которое научила меня дочь вот сейчас закончится у меня из йогурта и обязательно сделаю из дрожжей выходи моя девочка вы не бойтесь друзья мои вы пишете что я снимаю у меня все под контролем я во первых спокойная знаю себя я море не боюсь и не боюсь что с ними что-то случится я спасатель мчс и здесь море не глубоко вы понимаете детям не опасно море выталкивает здесь оно настолько соленое что в него невозможно погрузиться только если наглотаться соленой воды а так утонуть мне кажется здесь невозможно уважаемые друзья и подписчики подписывайтесь на мой канал на инстаграме на нем вы увидите то что я не показываю на ютубе это интересные фотографии посты о моей жизни о моем бизнесе ссылка находится в описании под каждым видео пожалуйста переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками вместе мой сила я такая отключенная друзья мои так хочется спать о чем бы я хотела с вами поговорить дело в том что вчера 6 сентября по всей турции вышел новый закон кинотеатры и театры также переполненные места нельзя а также на транспорте на междугородные переезды нужно обязательно пцр тест который действует в течение кажется 40 42 часов и обязательно нужно прививка или должен человек переболеть поведом тогда будет пускать а вы сами понимаете что я сейчас иду в дорогу и все это это ничего но мой муж настаивает на то чтобы я делала прививку я сейчас в большом раздумье он говорит ты не сможешь просто никуда и с тобой никуда невозможно будет пойти вот это вот такое условие и он говорит давай завтра вчера у Азлем он говорил он поставил давай говорит завтра пойдем не знаю друзья мои что делать мне но я смотрю что все вокруг сделали прививку да и нормально себя чувствует смотрю на реакцию эндера было что-то 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 чуть-чуть но некоторые конечно тяжело перенесли но осложнений таких нет ничего не было так что вот Светлана в раздумь я не знаю к какому решению прийду просто я вот переживаю единственное что если вдруг я буду себя плохо чувствовать детей когда я делаю как я буду смотреть но не страшен волк как его молюет так ли что будем надеяться что что-то разрулится может этот закон не вступит в силу до тех пор пока я не соберусь детей отвозить эти ПЦР тесты много не наделаешься 250 лир стоит один тест это 2 500 рублей грубо говоря но представляете это везде нужно ты же не будешь бегать постоянно делать тест вот такие вот новости у нас по Турции сегодня на вечер я приготовила капусту потушила капусту моя дочь говорит я говорю что приготовить капусту а она говорит они не кушают я говорю как не кушают посмотрите мой внук очень хорошо кушает аж к ему здесь приготовила он сейчас пошел гулять шпинат испанак по турецки и яйцо туда вобью так вот мой мальчик покушает сейчас потом бабуля ему даст клубничку кто покушает капусточку и вот такой еду он кушает проснулись вот у них час двешенства это что значит бабуля не пошла с ними в парк мы же никуда не шли я же не хотела пошли в парк пошли в парк пошли в парк дружинку дружинку даю им расслабиться пускай прыгают пока Эндера нет дома пускай прыгают вот так давай прыгаем будет вспоминать бабулю свету смотрите давай прыгай прыгаем отойдет вот так вот прыгаем аж кем пришел вот так вот Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok